Как вы понимаете, Раст это суровый мир, где каждый второй пытается убить первого встречного ради куска мяса. Но я на этом острове уже слишком много часов, и простое выживание мне уже не нравится. Я решил стать шерифом, который будет вершить правосудие, для того, чтобы освободить этот мир от зла. Ах да, я еще вам не представился. Я капитан Джонни, главный шериф Дикого Раста. Все происходящее было снято тогда, когда сервер погрузился во мрак. Да, в последнее время что-то слишком стало много бандитов, тебе так не кажется? Ну, есть такое. Но что поделать, нашу работу нужно выполнять. Ну вот мы и приехали. Добро пожаловать в нашу прекрасную и просторную тюрьму. Ну что вы там застряли? Власти и по клеткам. Где это я? Не, ну сегодня было реально жестко. Ты видел, как тот чувак с тревиком обоссался при виде нас? Знаешь, если б я увидел двух чуваков в Джагере с миниганом, я бы тоже, мягко говоря, испугался. Да, эта малышка нам сегодня послужила верой и правдой. Ладно, надо закругляться и идти отдыхать. Завтра нас ждет еще очень много работы. В это же время в клетке. Видишь, они оставили одного охранника для нас. У нас есть шанс выбраться. Сейчас он подойдет. Хватай его. А я его вырублю. Мы заберем ключи с дядю машины и уедем. Но! Никаких но! Это наш шанс! Работаем! Вы что там устроили? Стоять! Смотри, они уходят! Запрыгивай, запрыгивай быстрее! Монтана! Догоняй их! Стреляй по колесам! Обгоняй! Обгоняй! Эх, опять пришлось их изрешетить. А я им говорил, что сбегать от нас плохая идея. Плохие парни! Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, все дела. Всем приятного просмотра! Знаете, в Раст я наиграл больше 20 тысяч часов. И на самом деле за это время можно было достичь уже огромного успеха в любой сфере. Но я всего лишь творец. А ведь если углубиться, все на чем я работаю, все программы созданы людьми. Даже та игра, в которую я играю, создана человеком. И это все создается с помощью языка программирования, который способен познать каждый. Удивительно, не так ли? Но к чему я это? Играя в Раст, ты уже получил важнейшие навыки. Ведь ты всегда должен быть готовым ко всему. Уметь строить базы, защищаться от врагов, лутаться и постоянно адаптироваться к ситуации. А ведь те же принципы можно применить и к другим сферам жизни. Например, разработки программного обеспечения. Если тебе нравится решать сложные задачи и работать в команде, то я знаю отличный способ превратить это увлечение в профессиональный навык. В этом тебе поможет курс FullStack Разработчик на Python от онлайн школы SkillFactory. FullStack Разработчик занимается как фронтендом, визуальным наполнением сайта, так и бэкэндом, его серверной и программной частью. Благодаря своей универсальности специалисты высоко ценятся на рынке труда, а средняя зарплата в профессии 200 тысяч рублей. Если ты не знаком с IT-сферой, не волнуйся. Курс как раз для тебя. Python один из самых популярных языков программирования, известен своей простотой и легкостью в изучении. За 14 месяцев ты научишься писать код и создашь 10 собственных проектов, от простых игр до сложных веб-сервисов. В процессе обучения ты будешь решать реальные кейсы от компаний и партнеров под присмотром менторов, что даст тебе релевантный опыт и нужные навыки. А также украсит твое резюме полноценными проектами с настоящими бизнес-задачами. Уже через 7 месяцев обучения, твоих новых навыков и портфолио будет достаточно, чтобы устроиться стажером или младшим разработчиком. А чтобы ты быстро смог начать искать работу, центр карьеры поможет составить эффективное резюме, подготовит к собеседованию и будет сопровождать на всех этапах трудоустройства. Специально для моих подписчиков ребята подготовили промокод CHEZY, по которому вы сможете получить скидку в 45%. Переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране и начните обучаться на востребованную профессию уже сейчас. Скиллфэктори учит тех, кого берут на работу. На этот раз мое выживание началось самым странным образом. Как только я появился на пляже, я замечаю двоих типов, которые прячут свой велосипед и решил его самую малосьонькнуть. Не трогай мой байк, я буду стрелять. Спасибо за байк. Офигеть велосипед, это имба. И знаете, кататься на велосипеде по карте было очень весело. Что? Как я сдох нафиг? Оказывается, чтобы умереть на велосипеде, достаточно просто во что-нибудь вырезаться на скорости. А потом я и вовсе понял одну очень интересную вещь, что если на велосипеде у тебя мало ХП, ты не можешь практически ехать. И понимая преимущества, я придумал одну интересную ловушку. Ты чё мой велосипед угнал ка**у лысый? Куда крутишь педали? Капец, это вообще дичь какая-то. Что там? Тут лысого откинуло на 100 метров, я его ножом зарубил. Я оставляю велосипед на видном месте и жду, когда жертва сядет на него. А после этого начинаю жестко его рубить ножом. И теперь я знал, как мы будем в будущем ловить преступников Но в начале нам нужно было понять, где мы хотим построить свой полицейский участок Ведь на сервере было 700 онлайна И убить нас хотели за каждый сантиметр площади Мне кажется, на таких серверах все велосипеды уже в гаражах стоят у типов Пока я бежал к своему напарнику, с которым я скоро вас познакомлю Я нашел кирочки и топорики И очень агрессивных щеликов, которые явно хотели меня убить Ай, меня... Да иди нафиг Меня-то за что стрелять Так вот, видите этого персонажа? Это мой напарник Антонио Монтанелло Ну, друзья его просто называют Капитан Монтана Йоу Так, Джонни Так, это тебе Ммм, там вкусненько Угу Вот три типа Капитан Джонни и Антонио Монтанелло Отправляются строить свой первый дом Но у меня плохие новости Нас увидели два типа и бегут за нами Пунктом назначения у нас являлась Валка Ведь именно там мы планировали построить свою первоначальную кибитку Но по пути туда без приключений не обошлось Тут че, с блочкой у меня рубим? Где ты? Я далеко от тебя Я бегу Убил его Я видел К тебе подбегает тело через дорогу Аккуратно с копьем, скорее всего Нет, он с луком Зарубил Ага Возьмешь? Не, лутай, лутай его лук Два лука Тебя кабан хавает, нет? Нет Пойдем ревика убьем? Пойдем У тебя лук есть? У меня блочка Она баншотит Сюда идет, сюда идет, чел Вижу, вижу, вижу Слева в кусту стоит На, он умер Ха-ха-ха И начало у нас было прекрасным Пока нас не встретили эти белые сеты И хоть я погиб, но мой напарник смог оттуда удрать И все, что мне было нужно Это добежать до свалки, чтобы с ним встретиться Но добежав туда Я встретил жесткую зарубу И не вписаться туда, конечно же, я не мог Тут чел, чел, другого убил Быстрее, 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 быстрее Наверху? Я убил его! Чего? Убил всех! Чувак, у меня куча резов 300 скрапа Я к тебе бегу Живи Кто? Ты его за меня? Да Еще убил Четело подбегает Ага У меня даже шелтер готовый есть уже Хорошо Может, сыпанемся? Меня опять с глушака убили, слышишь? Сберды А, нет, это лук Он умер? Нет, нет А сейчас умер Да Упал Ой-ой-ой-ой-ой И вы не поверите, но именно после этого я начал верить в судьбу Ведь мы собирались добежать до свалки И как раз все это выбили возле нее И теперь у нас на старте появилось не только убежище Но и оружие Ой, я кстати могу прям сейчас поставить Стол Давай Стол изучения изучить Подожди, верстак нужен первый Так как такое количество скрапа было опасно хранить в шелтере Мы решили полностью его потратить на дерево изучений Я могу блочку прям сейчас сделать Пойдем там с пайпа стреляют Как будто бы на... Да-да-да Там мы не до конца... Опа Дерево Это на йоку обычно возле свалки Фармят И только мы выходим с нашего шелтера Мы замечаем залутанного челика А у нас был неплохой шанс их перехватить К нам еще уйдет, к нам еще уйдет сумкой, сумкой, сумкой С какой стороны? 190 Ага Все, сидим, сидим, ждем Идет, идет, идет Двое идут С пистолетами Блин, файт Тихо? Да Одного убил Это с калашом, тип И теперь нам стало интересно В какую же сторону пойдут эти два парня? Спалку один поставил Он прямо на скале над твоей хаткой Аккуратно Please don't kill me Давай проследим за ними Сейчас двушкой сядем Убьем кого-то Вижу их Они далеко идут Мне кажется, они сейчас захотят нас прийти и бахнуть Моликами Нам надо выследить, куда они идут Сюда идет один В мою сторону Двое Тихо Мимо меня прошли За ними? то выжигал не уходим боты стоит значит все-таки они сюда пошли смирившись с тем что мы упустили свою добычу мы отправляемся на перерабочек как вдруг встречаем здесь снова их на тобой он умер еще нет еще один еще один тут калашом тут калашом учил прикинь чего тот же с глушаком склашом может они там еще думаю да я думаю что наши трупы еще не до конца золотана потому что они после меня после того как меня убили они еще стреляли по кому-то там о чай есть пайп давай мы вернулись на эту свалку в надежде их встретить но так никого здесь не обнаружили вообще никого не вижу и не слышу и вот уже наступило утро всю ночь мы провели в поисках этого калашиста но никакого результата не было но мы все-таки детективы не из робкого десятка именно поэтому антонио монтанео все-таки смог и за кое кем проследить я только что видел как туда забегал тип full волчий вот этой не во всей этой со стороны с твоей стороны с берега блин кстати так это может быть наши клиенты да да мы можем к его хоть и подойти который забегал сейчас благодарю вот в этом доме чел бензопилой спереди спереди чел бензопилой я вижу вижу у меня не стал стрелять у нас заспотал аккуратно это они да ну нафиг мы чё нашли да да я знаю где их дом наверху да да наверху он убил кстати того типа который сидел который нас заспотал да да я на картонах справа его кручу я слева нет он меня заспотал забей он прямо надо мной стоит сигнатур я понимал приблизительно с какой стороны он будет идти поэтому занял выгодную позицию слышу нет живи я тут клапан уже чем облутать его надо я ухожу да 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 на гонку рубил его это ты калашист убил ли другого калашиста и у меня что это за слово после того как мы его жестко подловили на нож он начал бегать за моим напарником и по ощущению он явно был чем-то недоволен в россии бро но это ты понимаешь да он бегает кричит мой сет все убил гав 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 ближок у нас нет наручников все да кстати это был бы толп чё теперь надо дом строить теперь нам нужно было срочно строить новый домик ведь жить в шелтере с таким лутом совершенно небезопасно они за нами бегут один водолазным за нами идет до но убила и сигнатур продолжал следить за каждым нашим действием он смотрит когда мы идем скорее всего да 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 следит за нами но не знаю то что дома у нас нет как ты уже зарубил я не понимаю я стрельнул ему спайпа в лицо короче достал нож а как говорится достал нож и режь конечно опа смотри чё это грязючка с первым верстаком или это подошли это третий верстак мы это забираем себе конечно второй верстак вот он следит за нами он понял что это нужно наш дом точно он сигнатур сейчас скажу да скорее всего этот домик зарейдили как раз в момент пока мы сидели и ждали калашиста но нам этот дом был только на руку тем более здесь стоял халявный второй верстак поэтому первым же делом мы отправились домой где взяли немного ресурсов чтобы скрафтить пару дверей ты дверку не боишься так это поехали поехали поглощать все страницу одевайся одевайся с этих пор начинается война официально он резнул свои такие битки хорошо и только мы ставим дверь я слышу шаги под домом так с гранатами шел сюда его фишка 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 я конечно все понимаю но этого я не понимаю теперь мы были уверены что этот парень настроен очень серьезно поэтому решили даже добавить небольшую буферку ведь было непонятно с чем на этот раз он захочет прийти а чё у него из пушек было дурка у него граната была и двушка походу но это комбатер 2000 это гений раз то теперь у нас появилось несколько дверей и мы могли быть уверены что нас никто не зарядит за одну сишку но этого домика сильно подгнивали стены нам срочно нужен был металл чувствую я что когда мы вернемся у нас хаты не будет так как возле нас постоянно был сигнатур мы были на готове и как только слышали подозрительные звуки сразу отправлялись туда а что это ты так делаешь я хотел подселить лут мы подселим его в своем доме и видела насколько хп на стене 160 о какой пусть и у этой блин это вообще печаль он за одну сишку реально сбахает давай хоть немножко пати починим нам нечем понимаешь ну вон металл нормально так по 50 по моему этого металла нам хватило починить всего лишь пару стен но этого было все еще недостаточно именно поэтому мы отправились на поиск фармеров для френдли и поэтому ты чирку достаешь я съезд именно поэтому он черкаш достает потому что френдли а потом мы и вовсе подумали а почему бы нам не выиграть этот калашик и не попытаться выбить оружие посерьезнее чем двушка и чё ты хочешь на свалочки с калашом теперь он смотри забегаю трое с левой голые вообще да и фига о хорошо куда куда убегай ну честно не подними пожалуйста пожалуйста тут чел с бушкой а мне надо переработаться убил 1 снизу это я я упал я упал я упал я упал подними внутри внутри лежу моя поняла 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 кантри 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 тут один зашел зашел убил хорош еще и у него лута тут надо уходить тела убил дал ему да еще одна душка давай уйдем просто да 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 надо валить отсюда меня патронов 0 уходим я ухожу все за мной прям идеи все да 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 0 патронов на калаш не знаю почему но на этом сервере было ощущение что бомжи с двушками и чирками постоянно спавнятся на супермаркете сколько бы ты их не убивал они все время появляются там же но теперь у нас появилась одна небольшая проблемка мы потратили абсолютно все патроны на калаш которые так и не изучили а до патрона нам 1700 скрапа как будто не вы ее ее ей когда нам нужен этот сигнатур до сигнатур кормят мы кстати я могу ревик изучить о вот ревик поприятней а еще она мне давала покоя клановая база которая находилась неподалеку от нас и нам было очень интересно посмотреть что мы там можем провернуть у них тут чай растет и мы сможем если что фирму себе забрать ну а как мы за одну сишку и бахнем или там можно смотри его мою ну-ка бусто не давай это ягодный рай давай чё нужно ну как будто одной сишки не хватит на стекло по моему не хватает сишки короче говоря все складывалось к тому что нам нужно было подфармить немного скрапа но хорошо что в наших краях сделать это было совершенно не проблематично человек яйцо убегает по моему у него что-то серьезное есть он умер яичко треснула ну а так как у нас неподалеку находилась метро мы могли попытать удачу и попробовать выбить патрон на калаш с ботика так ботики ботики чё с ревик очистим ой на ревик блин и сколько бы мы не защищали станции патроны нам так и не выпали играль на другую станцию не пойдем это геморг но как будто у нас патронов не чтоб чистить их зато за одну такую вылазку мы приносим домой очень много компонентов но мы не забывали свое предназначение ведь мы детективы и бегая по карте мы замечаем как кто-то отстраивает огромную клановую базу учил строить дом блин бог классный сирты ко мне пришел у меня тут тип дом строит там сейчас руки бегу о па па нам стреляют из лука опа я понимал что если я разобью эту дверь ему станет интересно и он захочет посмотреть что здесь произошло и сейчас будет жаришка внутри типа я не могу тебе залезть и свечу убил его там как это они пустятся убил одного нет мне нужно халпа если ты сможешь одному убил второй перед я перезаряжаюсь хилюсь это измену билой тогда еще один минус так закончились там лагеряцев ну так далее их нужно занести можно туда себя забрать серьезно у меня 3 хп и по нему но я убил как будто этот дом такая себе история эта история о том как я попал а ты по воде бегаю так чем мы ну просто этот дом такое знаешь жиденький на самом деле оставлять эту базу неподалеку от нас было супер опасно ведь недалеко от этого места мы собирались построить полицейский департамент и они и скорее всего бы нам очень сильно мешали царицарицарицарицари все подожди я рюмовую домик ну кей они ж не зря его устроили прикидут от дома нет вообще он ищет цариц чего золотая и что осталось там нельзя дизельку на дизельку кей построили дом вернулись а дома нет почистили карту жалко конечно этих добряков короче говоря мы решили потратить весь скраб с умом ведь если бы нас зарейдили они бы не смогли забрать все наше изучение пышечку да сейчас сделаем до пышка это вообще хорошо мы можем бесконечно пышками обмазываться давай печку поставим у меня печка есть мы кстати у них печку и забрали краптили ну проблема знаешь чем у нас по моему серы вообще нет а есть три сотки чина зас нас все это время не отпускал домик нашего соседа ведь у него в магазинах продавались приятные предметики которые можно было в теории енкнуть а еще на нашем районе появились ру в кемпере и теперь мы понимали что нам срочно нужна лестница ведь именно с ней мы могли бы проворачивать грязные делишки а вот у него и будет 50 скраба я чувствую это реальна даже перерабатываться не пришлось спасибо пока мой напарник отошел за кофе и пончиками я решил в одно лицо сплавать к своим соседям чтобы понять есть ли у них турели на территории или нет но и 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 хп мы короче сейчас выбиваемся вообще без патроны берем у тебя меня сосед убил сейчас придет меня лутать можешь убить его он убил меня сейчас будет лутать меня именно на этот случай мы как раз и изучали лестницу чтобы избавляться от таких руб кемперов он дверь открыл я подку брал явно что у него тут ящики лол тут турец и тут берданка с патронами ой 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 ну тут нифига нет да 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 тут нифига нет хорошо что мы сишку не стали сюда закидывать и так как время было уже позднее мы понимали что оставлять эти ресурсы в своем домике было совершенно небезопасно гораздо проще было построить неподалеку кубик куда бы мы и сложили весь свой драгоценный лутик так у нас где-то пнв было по моему да ага кайф вот сейчас вместе с ней идем строить потом мы хватаем абсолютно все что мы нажили за это тяжеленький денек и отправляемся отстраивать бункер вот тут мы и построим смотрю вот тут прям просто бункерок небольшой все так вот все скидываем а в нашем домике мы оставляем послание для будущих рейдеров дир фрэнд бэк юр э кей энд сифор а им сэйв кей ин ю биг бэйс ю кэн тэйк май 100 сульфур энд гоу фарм мор ну тут не стону ладно записка и бутылка ему на самом деле первый день выживания где было 600 онлайна был супер успешным но нам нужно было хорошенько отдохнуть ведь на завтрашний день у нас были большие планы день 2 итак как только зашел на сервер я увидел то что я сплю в своем домике это означало только одно что нас никто не зарейдил а нас не зарейдили прикинь и ту и другую не зарейда и удивительно что наш домик остался цел ведь сосед продолжал сидеть на крыше до сих пор они живут на краю карты и сидят на крыше но на этом странности только начинаются как только я спавнюсь на месте где у нас стоял шелтер я вижу новый домик возле которой стоит припаркованная корова я корову нашел просто на земле да она просто стоит какого фига тут корова стоит выбираем или она нам не нужно да она вроде не нужна но непонятно неужели тут кто-то дом строит еще вчера этого домика здесь не было да и центробина из мвк выглядит довольно заманчиво не так ли было ощущение что владельцы этой коровы живут именно здесь мы на этой корове можем еще куда угодно улететь он сидит и посмотри да это было как-то а вот и владельцы походу коптера в общем как только они возвращаются домой мы понимаем что сейчас самое время использовать гранатки гранаты есть гранаты есть пойдем объем он этот он сейчас садит в корову и убьем его ты взял взял одну гранату найди какое-нибудь оружие себе он в дом зашел это его дом у блин возьми 10 топки еще будем байтить его на корову или садится да типа взлетать я кину гранату ему по дверь потом блин их двое только прикинь ни одна не попала в него а он один был двое ты представляешь какая бредятина ни одна ни одна просто не попала именно так не успев зайти на сервер мы поняли то что возле нас появились какие-то бандиты и построились они именно на том месте где мы планировали возвести свой полицейский департамент и нам с этим нужно было что-то делать погнали к ним мне чопом брать да 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 берем заряжаю у меня три патрика на нем будет ну так они вроде бы пока еще никуда не улетели я у них внутри дома лады потом в кину туда не нет он с другой стороны можно обойти и думаете у них 160 бочек дизеля ты понимаешь это где-то бред что можем дома у них сесть и просто сидеть ждать попала по моему появился тихо да бустится наверно нет нет он на вертике домой зашел начали не знаю что мы тут ну что он откроет дверь вот это да 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 мы конечно можем еще сделать более интересную вещь ну-ка взорвать их магаз но либо они сейчас сами дверь откроют давай дождемся мы все равно тут уже на самом деле с каждой минутой становилось здесь немного страшнее тем более после того как он достал миниган но детектив джонни и капитан монтана не боялись трудностей они куда-то собирается он не просто к миниган жил присутствует такое напряженочка небольшая они знают они знают и внутри да да а ты где снаружи он меня убил меня убил меня убил меня убил идет к тебе у меня спалка рядом второго тоже убил я тут я тут я тут я тут это ты подбегаешь да 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 я плыву скину берегу скину куда я плыву только да я понял я дефаю берегу скину по на улице на улице кто-то на улице кто-то идет понял это я там одна дверь одна дверь да вот она тут калаш то есть законтрид законтрид еще приду главное чтоб не закрыли вот тут сиди контрид я сейчас приду с сишкой пока я сломя голову несусь домой за единственной сишкой монтана остается контрить все двери тебе нужно просто две минуты сейчас подержаться может меньше взял сишку бегу я да 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 пойди пойди угу я снаружи тогда постою окей давай давай что там тут еще дверь стоит тут тут все тут все тут миниганы тут им выкациюсь выносим тут калашей куча надо давай ты выноси а я буду так же стоять окей давай делай тут проблемки у меня столько места не будет я полностью забиваю рюкзак и выхожу из этого помещения чтобы был шанс отсюда убежать но вдруг ситуация резко меняется уходим уже сейчас я не мог поверить своим глазам меня ваншотит двушечник но я не теряю надежду хватая последний калаш и отправляясь прямиком на перехват я даже и представить не мог откуда пришли эти парни но у меня оставался шанс вернуть все что они у меня забрали убил типа который убегал по ходу средствами попробуй донести это все я иду сейвить делай 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 убил убил сумку лутаю забрал все я я дома но пока я занимался поиском этих грабителей монтана разбирался с владельцами дома я ему дал ебать уходим он меня закрыл я убил миниган пипец я отсюда шкаф вижу я могу его с минигана сбрить хуй да я думаю можешь ты шкаф разбиваешь да все иди дерево а там шкаф от или как да все я его я его снес не я имею ввиду типа можно там застроиться а где мне дерево надо не хватает я отсюда не вижу их а вижу спальник попробую с минигана слить спальники я два спальника уничтожил у них с минигана через окошко с улицы с улицы могут что-то прийти сделать а я я контрю контрю просто живи мужик угу теперь пока терминатор монтана сидел и защищал все выходы я должен был каким-то чудом нафармить дерево и застроиться а поверьте мне сделать это было очень непросто и пока монтана наслаждается спокойствием и лутом в доме я наслаждаюсь болью и страданиями а пока я отбиваюсь от нашествия огромного количества бомжей монтана просто лутает ящички так веревки вижу сейчас ну тут что еще могу с этих скинуть если нужен ну это не так уж и плохо внутри остаться в том доме короче тут есть военный огнемет все забей топляк тут есть так окей окей что тут еще есть тут есть болты два болта тут есть компоненты отлично ни разу не попал вот он тиммейт своему инфу дал короче говоря пока монтана вовсю сладенько отдыхал всю грязную работу я взял на себя ведь мне мало того что надо было поставить шкаф чтобы его не застроили мне нужно было еще накрафтить сачели чтобы взорвать последнюю дверь а потом и вовсе нужно было освободить капитана у тебя дерево лишнего нет в случае? сотка блин я хочу тут заспавниться посмотреть что тут вообще в какой-то момент чтобы не фармить дерево самому я решил договориться с рандомным бомжом и предложить ему выгодные условия ладно есть работа для тебя если серу мне сейчас приносишь или нет дерево приносишь я тебе дам пушку ого а надеюсь не пули в голову? нет буду надеяться сейчас приду и в начале мне даже показалось что эти ребята согласны на эти условия вот до этого момента а ну у тебя тиммейт ну конечно же оставлять это так просто я не собирался ой по сосалики по сосалики это это да не да я это какой-то ноунейм я его не знаю давай 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 ох ты блин наконец то я смог нафармить немного ресурсов чтобы скрафтить эти злополучные 4 сачели так есть да спальник угу проблема в том что сейчас мне надо как-то с этими сачелями добежать туда еще блин невозможно не послышалось но тут по моему кто-то был рейдим клановую хату за одну сишку и 4 сачеля так у нас реально тип на крыше прикинь стоял а я перед его лицом ушел оттуда с сачелями как думаешь есть кто-то у нас в доме ну я не слышал никого вот в течение трех минут освободи два слота вкусняшка все я спавнись как думаешь что там лежит там очень много чего вкусного лежит три ящика больших да это момент истины да да отойди делай так ну ну пусть сохраняется интрига вам готов давай точно готовилой да делай делай смотрим ты все глянул а вот и шкафчик ну блин а где а где ракетные вот где они блин китайский пулек окей болт еще один окей элэрочка элэрочка компачи карты ну у них все в разброс короче было ну знаешь грех жаловаться ну да о я придумал как мы выход сейчас делаем из дома ну ка мы потолок выбиваем и ставим туда люк как я уже говорил ранее они построились именно на том месте где мы планировали отстроить свой полицейский участок поэтому эту базу мы решили приватизировать красота красота все найс огонь найс на самом деле есть ли смысл оттуда все перетаскивать сейчас у нас тот дом не такой сильный мы можем пойти переработать просто сейчас на мусорку аккуратненько мы полностью забиваемся компонентами которые были в этом доме а их здесь было очень много и чтобы сильно не рисковать отправляемся в сторону маяка так тело где-то бежит на 1 290 антирочек не вижу его ой 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 у меня положили аккуратно одного убил хорош я ползаю умер второй умер хватит это делать там еще убил еще один тут под забором возможно он нет он жив он умер да хватит ну дима тут мотоцикл еще стоит 112 скрапа хилки отлично сумка ой 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 лутай найхак на себя цепляй ее хотя бы покатаюсь на байке хоть раз в жизни а мне кажется если я прыгну вниз я умру на нем да не надо рисковать пожалуйста кстати не факт но мы еще проверим как это работает на самом деле а я чисто решил проверить блин мне нравится слышишь это очень легко и снова нету а там же с коляской есть да есть ну как думаешь на маяке есть кто-нибудь зареспавнил сужим ну вроде никто никто не бегает никого не слышно кто то есть ты уверен да привет привет слушай не убивай меня я спокойно уйду не 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 я не буду убивать это что у меня ничего нету у меня к вам предложение есть я блин новичок совсем вот у меня есть фрагмент металла и металл высокого качества уже переработан ну два штуки фрагмент металла 216 типа ну что вы можете мне дать за них ну типа или можно к вам как то попасть я хочу просто научиться играть купил игру 10 часов отыграл бомжи убивают не знаю что делать мы проникли сего душераздирающей историей да и на самом деле нашему полицейскому участку нужны были сотрудники поэтому мы решили добавить его в качестве охранника и пристроить ему потом небольшую комнатку все давайте давай мы тебя прикроем потому что везде люди бегают могут убить тебя мы можем прикрыть подожди нас мы все равно туда пойдем переработав абсолютно все что у нас было под прекрасный закат мы отправляемся домой едь вдоль берега да что такое тут есть вау вот это звук блин офигенно это выглядит вообще круто это просто охренительно и сразу начинаем отстраивать комнатку для нашего нового охранника у тебя будет две двери здесь мы как бы рады новым гостям понимаешь да мне вообще круто играть с такими какую так смотри тебе спальник щас только когда выбегаешь смотри заходишь вот так вышел сюда закрыл дверь и только потом выходишь на улицу потому что две двери если откроешь тебя убьют и все заберут у тебя так ну все ящики у тебя есть пойду я полута офигеть ну вот такое тоже бывает да такое бывает для строительства нам нужно было много ресурсов а у нас на острове их практически не было именно поэтому я решил впервые использовать новый огнемет как будто стоит посмотреть ой ну выжигает он вообще хорошо он умер он а и и и и в видят бог растая я пытался его спасти О, 400 скрапа Чего? Да Меня убил Британчик на... Он умер На НВ А этот челик как раз соседа Ну, с хаты его Ну и конечно же, как же можно было ловить преступников Без собственного автомобиля Именно поэтому скрап мы потратили именно сюда Разрывную, кстати, изучу Ну еще 150 скрапа осталось Надо идти сейчас сформануть камушка Вот что я знаю И вот, наконец-то, мы отправляемся на фарм камушков Где по пути встречаем двух челиков в топсетах Чел, 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 два типа в топсетах Где? Слева Вижу Не, 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 вряд ли Но мы можем их стирать Но мы даже и приставить себе не могли В какую заварушку мы попадем, следуя за ними Один номер Тихо, не умирай Живи, живи, живи Я еще не подключил Где он? За домом? За домом, да По тебе? Ты жив? Да Угу Жив, но хп мало Меня убили У тебя убил? Да, а откуда? Убил Хорош, я у тебя буду примерно через минуту Мой напарник погибает А я остаюсь в этой лощине И меня атакуют со всех сторон А, по мне сейчас крыши стреляют Ну, точнее Выживешь? Ха, его убили Не понял, откуда по мне стреляют Понял Чувак, я в эпицентре просто всей жопы Ой, тут столько галышей Туда бежит в сторону Убил еще? Смогу его злутать Кто-то еще подо мной Еще убил Беги ко мне просто Убил Меня ссылки убили, ёп Ты сверху лутал, я не пойму Я не успел до тебя добежать Меня убили Убил Ну ты же не можешь бесконечно убивать Не могу Не знаю как, но с этого эпицентра Я умудрился сбежать Засейвив огромное количество пушек Сейчас надо хилочки Изучить без шприцов вообще очень тяжело Отвратительно без шприцов Но мы так и не форманули камень Если что После такой зарубы Монтане срочно нужна была передышка А я в это же время немного украсил домик И конечно же накрафтил самую малость шприцов А чтобы в лесу меня абсолютно не было видно Я перекрасился в самый имбовый сет Опаньки А вот теперь Я готов к плотному фарму В комнату нашему охраннику Я поставил первый верстак Чтобы он мог спокойно крафтить на илганы И в этот же момент Познакомился с нашим новым соседом Кто ты? Воин Я дружелюбный, ребят Я дружелюбный Мы тебе верим, поднимаю Я с этой кибиткой сзади Что, добавить тебе? Ты один играешь? Да, да, я соло Опа, еще один клиент Надо наручники скрафтить И пойти типов прессануть А где, ты говоришь, тебя убивают? Мусор на свалке постоянно Прям вообще часто очень Стоять! Я детектив Капитан Джонни Вы имеете право хранить молчание Что здесь происходит? Кто здесь стрелял Только что с пистолета? Мы вас внимательно слушаем Капитан Джонни слушает вашу историю Что вы можете нам рассказать? Но некоторые игроки При виде нас Просто падали в обморок Как? Как он кинулся? Ну, нас это не останавливало Мы знали, где мы сможем найти бандитов Руки вверх! Не с места! Капитан Джонни на месте! Руки вверх! Быстро! Руки вверх, говорю! Вы выглядите так Будто бы вы украли С моего участка две тыквы Вы арестованы Вы имеете право хранить молчание Теперь вы должны следовать за нами Гражданин, вы арестованы Пойдем Там чел, там чел спереди А ну стоять! Вы что, хотели убить капитана? Капитана Джонни вы хотели убить? На рейд! Идем на рейд! Эй, заключенный, куда побежал? На рейд! За нами, быстро! Идем на рейд, срочно! Три типа рейдят! Вы, возможно, станете нашими помощниками в будущем Пойдем Ладно, я вас отпускаю Ща мы других посадим в клетку Рейдеров Мы нашли бандитов, которые пытались ограбить домик Именно их мы и попытались перехватить Их тут четверо Они еще убегать будут, мне кажется Нам наручников-то хватит? Да, они убегают, они убегают уже Ну, двое из них выживут Один умер Слева, 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 аккуратно Справа один В наручники того бомжа Блин, добил его случайно Как ты мог? Ну, я ему в голову опять попал Сколько можно их убивать? Живешь? Да, я жив А у тебя есть еще барик? Захатайте Ай! Тело! Убил У меня патронов нет Чувак! А я умер Вообще нет Вообще ноль Аккуратно, бомжик, тут Сзади нас У меня шприцы есть, если что Одного убил? Угу Эти ребята так просто сдаваться не собирались Поэтому приходилось с ними разбираться окончательно Еще на крыше Убил Сзади Томик на свой Давай О, лестница есть Разрыва Тут чел закатый Меня нокнули Откуда? Какой? Ээээ 250 За скалой Меня чуть не убили Смотри, аккуратно Он сейчас подбежит Ага Это ты его ломбил? Ага Я нокнутый Еще 30 секунд нормально Тут куча ресов у типов Я поднимаю Похилься полностью У меня оружие сломалось Тут настолько жесткая была резня Что у меня просто закончились патроны Именно поэтому мы приняли самое грамотное решение Вернуться на свою базу Уничтожили их получается вообще Жестко Давай это Что там остается Чтоб реально все это построить? Потому что Ты же понимаешь Наручники бессмысленны Пока нет тюрьмы Куда их сажать Да Тут факт Наш охранник рассказал нам То, что его постоянно грабил чувак С ведром на голове И мы отправились на его охоту Аккуратно там турельчка Ага Это твои большие ошибки Сейчас ты мой призонер Я капитан Джуни Ты можешь назвать меня капитан Джуни Бл*** Убить его нахуй Это наш заключенный Нихуя Он у меня остается Сколько раз Рез и пи*** Ладно Выноси приговор Тебе за все свои тяжкие преступления Охренеть Наручники аж отлетели Транспорт на этом сервере был на расхват И чтобы его найти Мы потратили огромное количество времени Ну вот он Наш драгоценный байк С ветерком Хватит А он бодренько хи*** Даже с люлькой Он вообще супербыстрый Было бы прикольно Если бы они сделали какой-то брони Ой, чуть не умер Бронемотоцикл? Какой-то, да Чтобы не убивали Сразу не стирали Чел Убил? Да Садись на мотик Слева Только не врезайся Иначе это смерть Окей Как я понял Это инстасмерть Прикинь так Врезаться в стол Перед типом бомжом Каким-нибудь и сдохнуть На этом же мотоцикле Мы отправляемся в трип По всей карте Ведь нам нужно было найти машину Блин, реально кайфово Надо еще встроенный пулемет Короче, в мотоцикл В люльку Чел Умер Поехали Так, твоя очередь Хилься пока Тут челы, челы фармят Убиваем Бежу его Минут Дал ему второму Убил? Найс, хорош Ты умер Ты умер Почему ты фарминг? За рулем вообще вайп такой ловишь Да-да-да-да-да За рулем офигенно Мне кажется в зиме машины Не спавнятся, да? Не, не много Мы 20 топки наверно Скавали только Да ладно? Да Чел, чел На 120 Слева чел фармит Буром Выпрыгнул Убил Один справа наверху Опа, это фармер Если мы доедем до дома И вызовем Мы прошли этот сервер На самом деле Кататься на мотоцикле По всей карте Было очень опасно Но одновременно Супер кайфово К сожалению Проехав все дороги По карте Мы не нашли машину Но зато Нашли кое-что получше Второй байк Опа Еще один Опа 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 Мы его забираем А у тебя будет еще? Забирай Я думаю нам хватит доехать О-о-о Поехали О-о-о Вот это фармин Вот это пошло Тихо Ты куда? Ты куда рванул-то? Э? А как ты быстрее ездишь? Наверное потому что у меня он Почти фуловый На самом деле Я как игрок Который наиграл в эту игру Больше 20 тысяч часов Хочу вам сказать только одно Что это обнова Лучшее что придумал Раст Такого кайфа от игры Я уже давно не получал На самом деле Как только ты садишься За этого монстра Ты чувствуешь себя Безумным Максом О-о-о Это топ Опа-опа-опа Подожди У меня наручники есть Так Такие мы эти дьяволы Стоять Плис-плис Подними-подними Дорожная полиция Стоять Дорожная полиция Вы имеете право Хранить молчание Вы должны сейчас Проследовать за нами Садитесь в люльку В люльку садитесь Но к сожалению Этот парень Отказался за нами Следовать И просто ливнул сервера Какие бедные Такое добавили в Раст Садись Пацаны прокатите До свалки пожалуйста Мы туда и едем Сейчас прокатим Ты ремень пристегнул Потому что тут Внезапно можно умереть Поехали через лево Давай По воде Сейчас гараж будем строить По-любому Да Всем не смешно Это дорожная полиция Мы спасли тебя, друг Вставай Там двушка лежит Там двушка лежит Лутай ее Лутай Можете ППшку дать мою Мы спасли Мы спасли Лутайся Мы дорожная полиция Спасибо, спасибо Удачи тебе, друг Дорожная полиция В деле Причем знаешь, что мне нравится? Ты максимально быстро Садишься на нее И все Максимально быстро Скидываешь Спрыгиваешь У нас есть мини-отель Здесь Если хочешь Можешь присоединиться В нашу байкерскую общину Мы рады новым постояльцам Сейчас покажем Я просто не могу костер поставить А, мы сейчас все поставим тебе Сейчас, сейчас, сейчас О-о-о, спасибо Офигао, ребята Пацаны, ребята Добавьте к нему О, спасибо Так, мы можем тебе пристроить комнату Вот это наша община Смотри, мы тебе пристроим еще комнату здесь Так как эти мотоциклы было найти очень сложное Мы сразу же решили возвести гараж Чтобы их у нас никто не угнал Да и на них у нас были большие планы Я думаю, вот такой, да, гараж нам нужен? Да, да, красиво Просто тогда у нас магазин бессмысленный тут стоит Если у вас будут какие-то заказы куда-то съездить Мы можем съездить Свозить вас Но скажу сразу Это небезопасно А подкинешь меня? Это в зиму на мотоцикле Ой, я только что был в зиме Это очень небезопасная зона На мотоцикле Мы от турелей там чуть не умерли Но если что, чуть попозже, может, сгоняем Давай вот сюда сгоняем Давай, я просто хочу переехать Я просто хочу перетащить как-то Для нашего нового курсанта Мы построили тоже небольшую комнатку Ведь с появлением новых сотрудников На этом районе становилось все безопаснее И вы просто взгляните Какие прекрасные виды открывались нашего домика Да, кайф, кайф Прежде чем проворачивать свои грязные делишки Нам нужно было укрепить защиту дома А для этого нужно было демонтировать чужие двери Сюда Хуй дверь снять Вот эту снять, да? Да Ну пока не снимай Пока оставь А вот это мы сейчас будем выдолбливать Это не наша дверь Огонь! Вот так мы и сделаем Все, дверь я сношу Или просто хлопну ее пока Вот я стенку надо будет сейчас Замутить Я бы тут еще один подъем на крышу сделал Надо съездить как-то Формануть немного камня Вообще с камнем проблемы Какие-то Трепкие Некоторые наши курсанты Помогали нам всеми доступными методами И иногда даже формили камушек Принимайте, принимайте О, это Ой-ой-ой-ой Подожди Это ты С зимы принес? Не-не Я только что там пофармил Офигеть Там опасно Мы еще магаз тут поставим Грамотный У нас накопилось Довольно много Различного барахла А так как мы жили Практически на спавне бомжей Мы могли его довольно выгодно Продавать за дерево и камень Я думаю нам только Дерево нужно и камень, да? За сколько можно пайпуху? За 300 дерева продавать? Блин, как просторно сразу стало Сейчас, сейчас, наведем Ты только этот спальник Если можешь его Нам придется эту дверь еще взорвать Подобрать спальничек Идеально будет Нет! Нет! Тихо, тихо Нет, нормально, нормально, нормально Нормально, нормально, нормально Первая вылазка Прежде чем заниматься глобальными вещами Нам нужно было затестить Как это все работает И привести Первого бандита Это дорожная полиция Вы имеете право хранить молчание Вы арестованы Вы открыли огонь капитана Джонни Ты смотри, если бы мы не открыли Мы все равно бы сдохли Вы нас убили бы Смотри, он стоит Он не понимает, что происходит Давай я Посадить О! Начинается Ну давай Заводи его в этот гараж Украл его Слышь Везу домой Надо клетку еще построить Фастиком Я его домой завожу Я завез его А чтобы этот парень Не находился у нас в гараже Мы решили для него Построить отдельную клетку Это будет первая наша клетка Но мы ее улучшим В ближайшем будущем Тихо, тихо, нахрен Прямо Прямо, прямо Все отлично Итак, мы снимем с тебя маску Стой здесь И как только наша клетка была готова Мы могли вести свой первый допрос Почему вы открыли по нам огонь? Вы вообще представляете Кто мы такие? Нет Ну, полиция Мы дорожная полиция Во-первых Я капитан Джонни Я местный детектив Я нахожу злодеев И сажу их в эту клетку Потому что Многие пытаются на этом острове Убивать других людей И ты открыл по нам огонь С какой целью ты вообще находишься На этой свалке? Что ты забыл? Я хотел переработать компоненты И ты открываешь первым огонь Я правильно понял? Ну да Так, компоненты Слушай, ну я вижу твой инвентарь Я думаю, что ты нас не обманываешь Куда делся твой напарник? Он умер Жалко, конечно, этого добряка Вот теперь вопрос Он сервакал вообще вышел Стоило Вот это вот все Чтобы оказаться здесь Вот стоило Ну нет, по сути Что мы будем с тобой делать? Понять и простить Мы знали, как этот парень Может искупить свои грехи Но для этого Нам нужно было вручить ему топорик Мне только дерево надо Только дерево Вы уже чувствуете, как вы искупляете свою вину Как вы уже знаете В Расте можно смотреть бесконечно на три вещи Как горит огонь Как течет вода И как кто-то фармит дерево Ты теперь понимаешь, что стрелять в людей Которые ездят на мотоцикле Да, вдвоем с калашами Плохая идея Да Теперь, когда вы подумаете о том Что в следующий раз Вы будете стрелять просто в человека На этом острове Вы должны знать К чему это может привести На самом деле Мы еще По-добренькому отнеслись На этот счет Потому что вы не ранили Даже моего напарника Но если бы вы его ранили Тогда пришлось бы вас пытать Катушкой Тесла Понимаете? После того, как он отработал Свои грехи Мы отдали ему все, что у него было И отпустили на волю Теперь он в следующий раз подумает Прежде чем начинать стрелять Больше не нарушайте До свидания Удачи Больше так не буду В следующий раз Фармить придется в два раза больше Какая фигня вообще Теперь мы поняли одну вещь Что клетка нам нужна намного больше И поэтому нам нужно было ехать в зиму Где как раз таки наш курсант Уже пофармил немного камушков Опять он Я умер Ой-ой-ой Ты умер? Да Я спасся в люльке Повезло тебе Хотя я должен был с тобой вместе куда-то улететь Я барнул вообще С люльки тем более Бля, посмотри на нее вообще Это просто сидушка Блин, а если А если врезаться в столб люлькой Ты умрешь? Не надо Помимо того, что ты можешь умереть От рандомного челика с берданкой Так ты еще можешь врезаться в столб На самом деле Путь наш да очень опасный Но мы рисковые парни Оооо Мы преодолели пол карты чистую Ого Силу, татья шкаф Как бы теперь доехать до дома с этим всем? У нас проблемы. Он умер. Я дал ему два. Садись в тачку, садись в тачку. Мы убили его. Чувак! Это кто нафиг? Лутай! И именно в этот момент, пока мы катались по карте, я придумал одну интересную схему. Прикинь, так можно два чувака с миниганами посадить на два мотоцикла? Двое в джаггерах за рулем, короче. Красиво будет? Это охренительно будет. И как только мы приехали домой, мы начали заниматься этой теорией. Для начала мне нужно было изучить и скрафтить джаггер сеты. Но для этого нам нужно было переработать очень много всего. Но как вы понимаете, наша вылазка без приключений не обошлась. В этот момент нас замечают клоновые игроки. Четверо, пятеро, чувак, их там пятеро. Просто пострелял по ним по приколу. Ну ты их, считай ты им это приглашение выслал официальное. Как будто бы, слушай, они могут сейчас к нам завалиться толпой. Один убегает, второй. Идут к нам, идут к нам, идут к нам, на, 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 на. Вот это забирай, уходи домой. Но Монтана предложил идею получше. Приехать домой и забайтить их на выстрелы туда. Ведь было очевидно, что они захотят прийти и забрать этот калаш. Вижу их. Уйди, 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 уйди. Стенку поставили. Я нахитовал много, двоим. Один минус. Один фулсдок. Тут один, у меня, убил его. Блин, нифига, ты убийца. Вижу, я умер. Ты опять стоишь. Жесть, он упал. Он упал? Да, один упал, но это голый был. Еще там же. Два китай ему дал, надо путь шить его. Думаю, я выхожу, я кручу его справа. Четыре китай ему дал, я умер. Идет меня лутать. Минус. Хорошная. В итоге, под нашим домом мы развалили шесть калашистов. Но это был их только первый заход. Пять топ-сетов, что ли, выбили? Ё-ой. Красавчики. Ну что, заносите? Но нужно ждать их теперь. Понимая то, что эти ребята, скорее всего, вернутся, мы начинаем расширять нашу базу. Ведь, как минимум, нам нужно было построить второй этаж, чтобы, если что, мы могли дефаться. Дверей у нас немного, поэтому я просто улучшаю, как получится. И уже спустя несколько секунд под нашим домом появляются они. У нас подкаты, типы. Двери нужны. Обычные? Двойные. Гранаты. Один умер. Второй умер. Найс чип, найс чип. Найс чип, найс чип. Один умер. Один умер. Один умер. Почти троих убил. Стенка где-то. Убил. Еще убил. Нет, не убил. Убил, по-моему. Дал ему хит. Убил голову. Добил. Взорвал кого-то. Че? Я взорвал его, чувак! Вторая волна была успешно отбита. Но мы понимали, что это, скорее всего, только начало нашего противостояния. Ведь клан, который может себе позволить прийти и слиться два раза подряд в топ-сетах, явно могут себе позволить нас зарейдить. А нам, в свою очередь, нужно было закончить наше строительство и подготовиться к их нашествию. И уже сейчас у меня был хитрый план, как мы сможем полностью закончить этот рейд за несколько секунд. О, я придумал, это будет просто отстрела у нас, смотри. Тут стоит двойная дверь, мы ее открываем, и если кто-то на крыше, то пикаем, убиваем, слышишь? Это имба, две двери нужно сюда. Смотри, открывается дверь. Сейчас показываю, как это работает. У нас будет отстрелка во всю крышу, смотри, вот так вот. Открывается дверь, и ты стреляешь во все стороны. А, ну да, да, понятно. Идеально. Только можно сюда еще какой-нибудь ящичек поставить в уголок хотя бы на присед, нет? Сделаем. У нас категорически не хватало металла. Именно поэтому я отправился на переработку. Тем более нам нужно было поизучаться. Для безопасности полицейского департамента мы изучаем МВК-дверь. Ну а для нашей задумки, наконец-то изучаем джаггерсет. Так, ну первое, что я делаю, это я крафчу МВК-дверь. Как же тут дефаться можно будет вообще спокойно? Ой, ну смотри, сюда встал. С этим джаггером, просто с джаггером сюда встаешь. Кастрюли, миниганом и фигачишь во все стороны. Теперь мы хотя бы были подготовлены к тому, что они придут нас рейдить. И можно было спокойненько заняться нашими другими делами. Тем более, хотелось протестить новую мету выживания. И сейчас присаживайтесь поудобнее. Вас ждет настоящий боевик. Что бы вы стали делать, если бы увидели нас? О, х**ть. Бежать, наверное, далеко-далеко. Все, поехали. Офигеть. Едем просто месить всех вообще. Погнали. Вот теперь можешь не очковать, что по тебе стрелять будут. Внимание, не с места. Всем сохранять спокойствие. Оружие на землю. Руки за голову, мордой в пол. Руки вверх нафиг. Слабый, слабый. Удаляй, дэйс. Еду, еду, еду. Хорошо, живой, живой. Это департамент округа Свалочного. Руки за голову. Все, руки вверх, сдаваться немедленно. Налево, налево. Вон он. Я говорю, руки вверх нафиг. Это не у мета? Нет, пожалуйста. Не у мета? Кайф. Ты стрелял в сотрудника полиции. Ты стрелял в сотрудника полиции. Ты срабатываешь. Ты стрелял в поли... ...полисмен. Лей Chad. Этот парень настойчиво нас просил спалить этот шелтер. И мы не стали себе отказывать в этом удовольствии. Ведь мы сотрудники полиции. И мы должны помогать гражданам. У него были приколы У него были приколы У него были приколы Так как этот парень даже не пытался от нас убежать и общался вполне адекватно мы его отпустили и отправились по своим делам и сейчас вас будет ждать голливудский блокбастер Нойс мета, нойс мета сразу Дааа Конечно это мета на это Так подожди нам скоро налево правильно же уходить? Да Вижу Стоп! За тачкой, за тачкой, за тачкой! За ними! Они очкуют, они очкуют, они уезжают Мы догоним их Работаем Это что? Погоня! Едем, едем, едем за ними Я умер, я умер Я умер Я тоже умер Да, эта погоня закончилась печально, но они просто уехали испугавшись нас, поэтому нас никто не облутал И уже сейчас Антонио Монтанелло был сильно расстроен Не, я не поеду за рулем больше Поехали, блин, ну забей Я не поеду Поехали, 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 все Мы знали, что эти ребята далеко от нас не могут убраться, потому что дорога была здесь всего лишь одна И именно поэтому мы отправляемся на их поиски Так, ну-ка смотрим Налево на берег Вот сюда, да, и посмотрим, что там Может, увидим их В любом случае, всегда из варек упасть вниз Поехали вниз Ищем их Мы не разобьем, блин Не, мы не разобьемся Едем дальше Опа, часто П Что это у нас? Я не нарушал, я не нарушал Покажите свое удостоверение, права покажите на этот аппарат Ну, у меня нет Ладно, ладно, забирайте Вы что, какие права на велосипед? И только я поворачиваю камеру, я вижу позади нас ту самую машину Тачка, знаете А, мы нашли их За ними, за ними, за ними, за ними На прямик, на прямик, режем У тебя патронов, хватит? Хватит, 200 патронов А, мы на права нахрен Снимайте штаны, нафиг Выснигнул одного Я иду Выснигнул всех Еще один Всех выснигнул антиракт нацепляем или чё добиваем тачку собираем забираем себя как ты как ты знал что мы их найдем тачка которая нам нужна представляешь поехали домой это как фильмах на блин вот это догонялки у него все такое нравится тоже вообще без шансов ты видел как они выпадали я вынес им приговора не спал дилетики проверил до у каждого минус жесть это я такого никогда не видел мы нашли новую мету мне кажется тебе не кажется так и честно говоря таких эмоций я не получал давно это погоня пожалуй была самым эпичным моментом за последние несколько лет игры ставь лайк если бы ты хотел видеть такого почаще то новая мета да это новая мета это очень круто было в час это это просто такой эпик из нашей новой малышки и мы естественно решили сразу сделать броневичок ведь ловить преступников это опасная работа они я понял почему они так быстро ехали они хотели жить на гашетку давили лиц как только могли и не главное по очереди еще дали я даю на газ пределник то что в дискорде происходило но потом наш микроавтобус мы загнали в гараж и отправились заниматься нашим любимым делом руки вверх нафиг едем дальше опа руки вверх нафиг руки вверх ошибка а у тебя много снес но почти почти убил у ее у меня хилок две строки поэтому нормально живем справа тип справа тип топ-сет и живи 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 4 хита ему дал я жив ты жив на за стенками нау мухи меня убили я понял я полном говне чувак я погибну здесь мы настолько поверили в себя что приехали в зиму где обитали огромные кланы и попали в капкан я умер а теперь мы наконец-то могли приступить к основной нашей работе а именно в поиске преступников но для начала нам нужно было разобраться как их запихивать броневик причем меня назад пересадила слышишь форс вид есть и вообще из тачки не могу достать чувак ну-ка а если ты встанешь возле кабины да 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 на цепи руки вверх подними чувак это идеально теперь мы знали механики как можно перевозить преступников но прежде чем заниматься этими делами нужно было построить просторную клетку 6 камер у нас нормально 7 я думаю достаточно да да все будем особо опасных преступников искать здесь а еще в их клетках были комфортабельные стульчики ну и конечно же мы повесили большую табличку чтобы все знали что это полицейский участок да а почерк конечно хромает огонь мне кажется вообще лучше не нарисовать и взяв с собой курсанта мы отправляемся на первый рейд и говоря слово рейд я имею ввиду не взрывы слышу выстрелы едем 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 выдвигаемся вначале осматриваемся потом выпрыгиваем иначе можно умереть кровати себе забрали понял понял да а а тут можно троим заправлять четвером ползает есть перед нами проверишь минус еще один на и на первом этаже аккуратно что блин а ну мы он умер сдавайся или умрешь сдавайся или умрешь руки вверх наверх поднимаюсь вам халпа нужно ли я тут останусь как он полностью умер но неважно забирай с него одежду он был бандитом и лопа на 210 крадется пловый я его добил блин он погиб забирайте упаковывайте его слева сидит спереди руки вверх руки вверх немедленно не с места руки вверх или ты умрешь руки вверх говорю руки вверх попытка бегства руки вверх нет руки вверх подними эмоцию и руки вверх руки вверх подгоняю машину hands up hands up g and hands up использую эмоцию руки вверх мешок ему на голову надо вначале мешок на голову подгоняй машину огонь так ну в целом уже неплохо you my prisoner we are police my friend what why why i do nothing i do nothing i see your revolver i don't shoot show me your license my friend show me your license it's my home believe me believe me you can't believe me bro after prison you will get it back police in green you are military yes we are military police my friend you should cut come here this is your room now стой надо сфоткать его обязательно перед этим wait my friend ok cheese есть контакт хорошо ну и конечно же каждого постояльца в нашей тюрьме мы фоткали и эту фотку размещали на стеночку but we need found more people you are a scammer I knew it I knew it no I'm not scammer the only а потом наши курсанты снова нашли одного из нарушителей которого мы ранее уже встречали как говорится от судьбы не уйдешь опа вот он вот он ты правая да муту гайз муту come here вот now you my prisoner what you we're coming to police placement go inside the room here go 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 search gotta go no 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 you you're my prisoner prison with a no 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 it's good you can't stand I think you know i killed together the good guy what do what you fought was Фрэнтс, вы любите... Мой гаджер, мой гаджер. На, держи. Окей. Эта работа была нелегкой, но кто, если не мы, очистит этот сервер от зла? Да и в нашей тюрьме оставалось еще полно свободных клеток. Он успел к пенусу, да? Это полиция штата. Не-не-не, мы не будем убивать, это полиция штата. Мы не будем. Подходи. Если ты хорошо будешь себя вести... Нет! Да уж, такие ситуации тоже бывали. Вижу, вижу, вижу бандита. Двоих, 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 два клиента. Далеко? В кустах на 160. У меня мешка нет. Меня повалили. Я валяюсь. Подними. Надо быстрее его упаковывать. Упаковывайте и поднимайте. Наручники нацепил. Отлично. Нифига ты его упаковал. Вот это профессионализм. Немедленно бросить оружие и поднять руки вверх. Это полиция департамента мусорки. Прямо, прямо, прямо. Прямо двое, прямо двое. Теперь, как вы. Поднимите. Упаковывайте. Иди. Поднимите, вы. Иди. В поднимите. Иди. Упаковывайте. за это больший срок сейчас мы поедем в полицейские участок мы будем слушать вас мы понимаем то что ты убегал потому что думал что мы бандиты но мы ловим бандитов но твой друг стрелял с револьвера поэтому мы просто так отпустить его не могли а вот этот это прям бандос запомни его имя ашот зовут попал в меня два раза но благо меня спас нагрудник и именно за это он отправляется сейчас в тюрьму это призу не босс что не допуст и так добро пожаловать в нашу тюрьму welcome to the признан и все и садись подесь куда мне чисто пацаны вот как стол now you got to friend more my friends бэд пипу хитрай на килл осмей френд я контак эти два француза просидели в клетках уже больше десяти минут именно такой срок мы им давали чтобы они осознали все свои косяки поэтому пришло время с ними попрощаться но для начала они должны были исполнить нам песенку блин мы потеряли одно и только мы открываем дверь как вдруг один из них захотел убить нас и забрать наши топ-сеты но ничего у него не вышло но к сожалению во второй раз он умер от сердечного приступа второго же француза мы отпустили на волю и даже подарили ему небольшой презент за то что он хорошо себя вел и не попытался убить нас в спину как его напарник таки 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 thank you both think you and you can be free got like my friend все это время мы искали кто с револьвера стрелял по нашим заключенным и спустя время мы все-таки его нашли оказывается это был один из тех кого мы посадили в клетку ты убил моего друга если что ты будешь 10 минут в клетке сидеть у ашот пойдем кто тебя убил ашот кто тебя убил тебя убил не этот чел за xc все теперь понятно смотри теперь он с мешком на башке он стрелять не сможет здесь он будет сидеть пока понимаешь чувак теперь у тебя вообще выхода нет ты здесь будешь сидеть пока не умрешь от голода то есть никогда потому что я буду всегда тебя хилить за то что ты с клетки убил других типов это пожизненный срок после того как он просидел еще минут пять мне показалось что этот приговор будет слишком жестокий и дал право ему выбора либо дуэль либо пожизненное заключение в этой клетке то есть ты сейчас хочешь на камнях решить исход событий правильно понял да ты хочешь сражаться за свою жизнь честно по мужски да хорошо я снимаю себя броню и готов с тобой драться если ты умираешь твой лут достается кому-то из этих заключенных мы его полностью отхилили и устроили максимально честную дуэль вы готовы следить за этим конечно готовы отходишь и начинается схватка деремся пока один из нас не умрет я тебе отомщу за своего напарника я выношу тебя и погиб за то что ты убил моего напарника я выношу тебя смертельный приговор оставшихся заключенных мы естественно развезли по домам и даже вручили им небольшой приз в виде калашика спасибо вам большое все тогда удачи вам надеюсь это не последняя встреча давайте приду к вам обязательно будем ждать давайте наводите тут порядке удачной вам службы давайте давайте удачи вам некоторые из них после того как отсидели даже захотели стать частью нашей команды но сегодня был уже слишком тяжелый день нам нужно было идти отдыхать день 3 мы практически реализовали все что планировали но я был бы не я если бы я не закончил последнюю сюжетную линию и связана она с нашим ближайшим соседом который любил пострелять с крыши она фармить серки не составила бы труда тем более у нас были эти черные бочки а также мы все еще ждали когда же кто-нибудь придет нас рейдить и как только мы зашли на сервер мы увидели то что соседи которые к нам уже приходили несколько раз сбивают вертолет и мы естественно захотели его перехватить можем прям здесь где-то сесть на тачке все сиденье выскакивай он у нас упал чувак смотри куда он упал а как такое может быть он у нас упал вертолет удивительно но вертолет упал прямиком к нам на свалку и теперь мы были в выигрышной позиции надо идти на к перерабу и там встречать да 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 вот уже идут аккуратно живешь да я вниз немножко откажу окей убил на ломают 3 хитая голову он упал или найс там еще один а есть лишний хилл до от души буду благодарен спасибо очки голову до ума хорош я помогу тисек отхиливаюсь прикрывайте он в будке в будке сидит я подпушиваю ближе нет их двое один справа еще живешь да да даже голову дал ему слева голову дал меня убери прибежишь у меня тут с палкой но я не могу себя блатать дал хит ему голову дал одному я левее кричу дин еще хит они двое убегают один минус хорош двое убегают там убил раз и живи-живи тихо убил два у меня куча всего они еще вдвоем обратно пойдут я показал эту позицию где он сидел в будке вижу его там же на скале вижу по мне одному голову дал хорошо видишь его когда он убегает на берег в сторону берега это другой убил того убил одного убил двоих побежали побежали быстрее туда по моему все мертвы очередной раз клановые игроки которые жили неподалеку от нас полностью складываются у нас под домом и мы забираем абсолютно все их сеты блин ну неплохо неплохо размотали их удивительно что они до сих пор нас рейдить не пришли а это те же теперь да это те же к и только я собирался сбегать за своей машиной как вдруг вылазят они оказывается все это время они сидели у нас под домом но на этот случай у меня был для них особый сюрприз уйди минус один он умер серьезно он умер все там за труба еще один умер который бежал лутать короче говоря миниган это именно та самая вещь которая должна лежать у вас в доме на случай антирей до своей базы ведь пикселя стрелочную законтрить абсолютно нет никакого шанса чак нам чего придет не стреляйте в нем хочет поговорить ах да эти ребята которых мы развалили уже четвертый раз подряд выразили нам респект и решили с нами поговорить лука я и царю нет это некая yes hello bro hello 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 oh my god fucking naked oh bro reflex shoot okay cha cha bro have a nice wipe yes 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 i am fire Привет! Привет! Коктейла! Это полиция, мой друг! Коктейла! Я детектив Джонни И я детектив Монтана в другом Посмотрите на это! Это все преступники! Вы, 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 из... О! Ха-ха-ха! Посмотрите на это! Вы, вы, из России? Да. Сколько людей в вашей клане? Вообще, мы не клане... 4 или 5. А, это не так много, всего 5 человек? Да. Но сейчас я сингл. Я сингл сейчас. А-а-а... Да уж, его команда очень сильно расстроилась из-за того, что они слились нам 4 раза подряд и они не выдержали такого натиска и просто ливнули с сервера и Кайя остался один. И нам стало жалко этого добряка, и мы решили ему провести экскурсию по нашему департаменту. Ему было интересно, что находится в нашей лутовой, поэтому мне не составило труда его впустить. Тем более, что бы он нам сделал? Новым гостям мы всегда рады, поэтому даже накормили его вкусной картошечкой. И на этом наш топор войны окончательно был закопан. Эти ребята оказались очень даже дружелюбными. Ну а впереди нас ждал плотный фарм серы. Ведь мы хотели зарейдить соседа Рувкемпера, как вы помните. И дабы не затягивать и без того долгий видос, я вам расскажу, как это было все вкратце. Мы приехали на серный карьер, который находился под контролем какого-то клана. Но нас это не пугало, ведь нам нужно было серы. И чтоб вы понимали, все эти действия происходили в кромешной тьме. И именно ночью, не зная зачем, какой-то парень решил посмотреть, как поживает его карьерчик. Мы только приехали и только запустились, и нас уже рассекретили. Но это было только начало. Как вы понимаете, этот парень и был владельцем этого карьера. И все, что он мог сделать, так это только смотреть, как мы его копаем. Ведь выйти на улицу ему было страшно. Но стоило ему несколько раз умереть, он заспавнился на вышке и решил взорвать нашу машинку ракетами. И как вы понимаете, под шквалом огня копать серу было уже не вариантом. Да и тем более, дарить лут таким игрокам совершенно не хотелось, они просто его не заслуживали. Поэтому, прихватив всю серку, мы отправляемся домой. И не просто так. Мы и не собирались их оставлять безнаказанными, ведь они взорвали нашу машинку. И за это мы должны были взорвать их баржу. А сишечки я как раз умел крафтить. И как только у нас все было уже на готове, мы отправляемся прямиком к ним. Наносить им ответный удар. Блин, я чувствую себя джиггернаутом каким-то, когда с миниганом еду. Правы подъезжать? Да тут... Тут подъезжай просто, паркуйся. Прям к ней в упор. У-у-у-у, какие тут... О-о-о, пустые ящики. О, МВК-дверь еще одна. Спасибо. Спасибо. Теперь их баржа была под нашим контролем. И фармить серу с нее было намного приятнее. Че, едем за дизелем, возвращаемся и спокойненько фармим серку. Прикольно придумал? О-о-о, да. Тут должна быть музыка. Ха-ха-ха-ха. Короче говоря, это время мы проводили очень даже весело. Ставь лайк, если тебе понравился мой легендарный кавер. Так вот, сплавали мы за дизелем и вернулись обратно на карьер. Ведь бегать по карте и стучать камушки нам совершенно не хотелось. Да и зачем, когда у нас дома лежало больше сотни дизеля. Ну а еще, именно сейчас я поверил то, что карма существует. Ведь пока мы копали здесь серу, кто-то пришел им делать ремонт. О-па. Ну раз. Кек. О, это в башню-то. Прикинь. О-па, смотри. У него там что-то исчезло. Смотри, у него стеночка как будто бы исчезла. А, это рыдки-битка, прикиньте. Да, это рейд киба, там 6 человек. Мне все равно по сейф понес. Ой, сейчас будет бум-бум тех типов, которые нам мешают в армии. Я думаю, нам не стоит им мешать, как думаете? Все, пошли смоки. Мы как будто в кинотеатре, слышишь? Все, боевые ракеты пошли, да? Две ракеты, вижу боевые ракеты. Три. Ой-ой-ой-ой-ой, что здесь происходит, слышишь? Жесть. Мы определенно попали куда нужно. Слушай, я готов за этим наблюдать. Я даже готов им не мешать, потому что, ну, эти ребята освобождают серный карьер от щеликов, которые не дают копать нормальным работягам. Конечно. Конечно, было бы неплохо влететь какие-то ракеты утащить, да? Там турели. И у того, думаю, у того, да? Именно так мы и решили поступить. Ведь зачем мешать тем, кто освобождает этот сервер от рувкемперов? Как же приятно за этим наблюдать. Ну ладно, ладно, мы не смогли просто удержаться и не сходить на этот замес, понимаете? Какими бы плохими эти ребята не были, хотелось поучаствовать в этой движухе. Вижу их. Убил. Двоих убил там. Пинус два, да там? Да. Не, я умер. Не, я жив. Намудал. И отошел. Меня нукнули. Меня убили. Тебя поднимают. Честно говоря, не описать словами, что здесь происходило, но здесь было очень весело. Ой, 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 нафиг. Дядя, ты че, маньяк что ли? Убил одного. Блин, у меня калаш скоро сломается, пипец какой-то был. Убил типа снизу. Дал ему голову на крыше, он хилится, наверное. А меня назад откидывает, блин. Я тут. Он меня шьет. Жесть. Это боевые. Одного убил. Второго убил. Еще убил. У меня боевые ракеты. Ой, нифига на перед лицом пролетело. Ребят. Вы где? Я минус. Убил типа с хуликом. Хорош. Меня убили. На карике. Еще убил. Меня убили, чувак. Я серого, по-моему, убил. Меня тоже повалили. Там еще наш остался. Конечно, убежать оттуда с ракетами не было никакого шанса. За то, какое мы получили веселье. Не, мне кажется, тут без шансов. На борту, да, у нас? Его убили, походу. Да, убили только что. Спасибо им. Уважаем. Не, если мы их убьем, даже мы их не полутаем. Смотри, ракета летит. Почти попал. Это что за морской бой происходит? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Я думаю, надо отплыть, они могут взорвать. Так, давай-ка, давай-ка отплывем. Уворачиваюсь. Увернулся. Хорошо. К нам плывет один. Они пытаются потопить нашу баржу. Ой, если они так попадать будут. Увернулся от двух сразу. Чините как-то её. Они прям... Не-не-не, они прям большим количеством в нашу сторону бегут. Да-да-да. Чините, чините её. А нечем, я думаю. Подожди, чё там нужно? Металл, какое-нибудь дерево, да? У меня есть металл. Пробегите, пробегите ко мне на борт. Встаньте за руль. Да уж, ловить там нам было уже больше нечего. Поэтому мы с гордостью отправляемся домой. На фармах при этом 30 тысяч сер из карьера. И по нашим подсчётам этого было более чем достаточно, чтобы вскрыть домик нашего соседа. Чё, перерабатываем? Погнали с сиропом пастиком. Можно кучу печек скрафтить. Смотри, баржу больше чем наш дом выглядит. Металл с первого раза. Ты тут корячишься запрыгнуть, Тимаш. Я встретил вообще-то запрыгнуть. Прям я корячился. И теперь всё, что нам оставалось сделать, так это просто дождаться, когда же всё переплавится. Ведь благодаря нашему сантехнику Илюхе у нас были автоматизированные печи. Я кролик. Я люблю собирать морковки. Как выгляжу? Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Я придумал, ставь. Ой, на мне вообще хорошо смотрится. Стой, стой. Монтана АФКшит. Давай повалим его и ему тоже шапочку наденем фастиком. Главное не убить его. Не, бензопила опасна. Нет, вообще идёт. Давайте шапочку ему. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Это полиция морковного отдела. Поднимайте руки вверх. Ха-ха-ха-ха-ха. 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 Это морковка. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Просыпайся, Ержан. Вставай. Ержан. Мы наиграли в эту игру так много часов, что просто-напросто поплавился мозг. Но уже 95% пути было пройдено и оставалось только шагнуть в финальную стадию. Ну а пока Монтана по-прежнему стояла ФК, мы провели замечательную фотосессию. Ставь лайк, если ты когда-то делал то же самое со своими друзьями. Хорошо, ну-ка еще раз. Ха-ха-ха-ха. Ты ему прям в глаз воткнул. Ну как же. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Надо похилить его, а то он умрет. О-о-о! Морковки! Вы из какой грядки? Так, держи его дерева. Ой, да вас тут клан целый. Господи ису... А? У меня откуда-то на голове она. Че он? Не, ну так даже лучше, ладно. Интересно. Наконец-то, спустя огромное количество времени, мы все-таки смогли накрафтить немного ракет. Ну а так как домик там был некрепким, мы понимали то, что этого, скорее всего, нам должно было хватить. Все, лест гоу. Морковные братья. Мы сейчас приходим, и он там, на вышке. Это будет легендарно. Это все, что у нас есть. Но этого мало. Понимаешь, мы настолько были, настолько мощные, что наш дом единственный остался живой. И пока мы занимались всем этим фармом, оказывается, он уже немного подгнивал. Но мы уже были обязаны потратить все ракеты в его домик. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, буст. Давай. Морковный буст, давай. Давай-давай. Уф. О, так у него, сарит он. Ой-ой-ой. Он не диспавнивал ничего? Да, я видел. Только что. Я внутри. Угу. Ой-ой-ой-ой, нафиг. Ой-ой-ой. Так мы не зря его рейдили. Но в какой-то момент даже зашел владелец дома. Но уже было слишком поздно. Ведь мы пробились до его основной лутовой. Можно подчеркнуть? Наверху вижу его. Могу подсадить. Я понял, где он. Он на крыше. Е-ой-ой, пацаны. Видел. Он по тебе дал. Да, он наверху. Не прыгайте наверх, не прыгайте. Лутайте все, что можете. Закидывайте, закидывайте лесы. У нас все где-то рядом. Ничего нет, все. Погнали. Голову дал ему. И у нас тут труп вздох один чел с этим, с фулл компонентами. Его никто не лутал? Мы полностью пронесли этот дом, отбились от всех типов, которые сюда приходили. И забрали все основные ресурсы. Теперь на базеру в кемпера была поставлена огромная жирная точка. Все, отлично. Команда морковников. Отправляемся домой. Три минигана и 12 калашей. Вот, прям здесь будет картина последняя. Недостающая. Да. Как же это символично все-таки? Он начинал, он стрелял с Элки. И эта Элка у нас в доме теперь лежит. Он мешал нам постоянно. Да. На этом сервере мы сделали абсолютно все, что мы хотели. И уже собирались полностью его покидать. Ведь нас ждут другие истории. Но не попрощаться со своими курсантами мы не могли. Ну что, ребята, предлагаю провести последнее собрание в клетке. Был очень хороший лайк. Я думаю, ты все можешь обсудить. Да и вот у нас остался, так сказать, командир. Он будет следить за этим поселением, за этим департаментом полиции. И ловить остальных бандитов, которые будут появляться. Вот. Максим останется. Если что, задавай ему все вопросы. Он тебе поможет. Оружия тут очень много. Я думаю, Максим сможет поделиться с тобой. Да и тем более, слушай, из тебя неплохой курсант получается. Согласны? Да. Конечно. Как будто ты второй день с нами и никаких косяков вообще мы за тобой не наблюдали. Поэтому я предлагаю тебя повысить. Ты теперь курсант. Так вот, Максим, я передаю вам полностью этот полицейский департамент. Все, что здесь есть, абсолютно ваше. Можете изучаться, помогать другим. Надеюсь, мы с вами еще когда-нибудь встретимся. С вами был капитан Джонни и капитан Монтана. Точнее, детектив Джонни и капитан Монтана. Еще когда-нибудь увидимся. Прощайте. Все, до свидания, ребят. Если что, заберете баржу. Мы в последний путь. Давай, давай. Хорошо. Пока. Да. Мне кажется, мы сделали все, что было можно и освободили этот сервер. Вообще, мне кажется, сволку полностью освободили от бандитов каких-то. Да, да, да. Понимаешь, вокруг нас даже никто не живет больше. Одни бомжи бегают, которых никто не убивает на этом острове. Да. А самые умные присоединились к нашему полицейскому департаменту. Встали на правильный путь. И кто-то уже даже успел подняться по рангу. Правильно. Да. Все, погнали. Это наш последний путь. Мы должны искупаться в этом чистом океане. Ведь куда нас еще приведет дальнейшее приключение? Еще никто не знает. Поэтому надо отмыть все свои грехи в этом океане. Стой, стой, стой. Надо спиной прыгать обязательно, как дайверы погружаются. Давай, поехали. Капитан Монтана, я за вами. Прощай, мой друг. Ну а я искренне надеюсь, что вам понравился данный ролик и вы поставили свой лайк. Увидимся в следующих историях. Ну и конечно же, огромное спасибо моему напарнику Антонио Монтанели. Ну а также спасибо огромное всем, кто досмотрел до конца и смотрит эти титры. Ну и конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше, который сейчас проходит в моем телеграме. Ведь у вас будет шанс выиграть хороший ноутбук. Ну а теперь, всем пока. Увидимся в следующей истории. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok